Рома, я понимаю усилия страховой компании в том, чтобы развить рынок, как они так говорят, называющие простыми именами, получить наши деньги. В принципе, ничего плохого в этом нет, это цивилизованный способ. Но каждый год я отдаю за свою небольшую недорогую малолитражку за Акаско и Ассо на сумму где-то примерно подползающую к 1000 долларов. Да, мне нормально платят, нет проблем с выплатами, и каждый год, наверное, на мелких ДТП, а-ля стояла на парковке, и тебя зацепили, получая выплат на сумму страховки примерно. Но, тем не менее, сумма не маленькая, по большому счету. Все было бы хорошо в страховании, исключением того, что все-таки это здорово. Это очередной миф. Я сейчас понимаю, какой миф, если я такие столько денег плачу. Да, какой миф, когда эти денежки... Я еще сделаю маленькое уточнение. А машина у тебя кредитная? Нет, машина не кредитная. Ну, тогда тебе еще повезло, ты еще платишь немножко меньше, чем платят бедолаги, стоящие банки. Да, и свободно выбирают страховок, которому мне нравится. Да. Здесь присутствует, скажем, я назову это так, оправданная мифологизация страхования. Что касается именно страхования автотранспорта, любых его видов, будь то каска или ответственность, то есть осаго или добровольная. Эти виды действительно дорогие. Во-первых, потому как сам рынок, его должны не только отрегулировать страховщики, но и законодатели. Здесь дыр очень много. Здесь стоит, конечно, поучиться у западных коллег, чтобы не изобретать велосипед. Но это еще... Когда это произойдет, никто говорить не берется. Потому как ДТП случается действительно очень многое. Ездят у нас, как, извиняюсь, самоседшие. Дороги как... Местами якусы линд. Да, как бы дороги безобразные. С вменяемостью водителей иногда тоже есть большие сомнения. Тем не менее, если, скажем, сравнить с западной практикой, у нас как раз по автотранспорту страховки еще очень дешевые. При этом нельзя забывать, что стоимость запчастей у нас немного меньше, чем за границей. А может и больше. Ну, стоимость работ может быть меньше. Это максимум что. Вот, поэтому здесь, естественно, риск выше и стоимость выше. Но почему вы страхование ограничиваете одними только машинами? Нет, я просто веду к тому, что если так, как нас подталкивают страховщики, страховать машину, еще это, это, это даже при вполне достойных доходах, это становится тяжелым, я бы так кажется. Да, теперь давай все-таки абстрагируемся от машины. Давай все-таки не абстрагируемся. Мы только что говорили о страховании от несчастных случаев. Есть разница 750 гривен в год за 100 тысяч гривен покрытия. Это приблизительно 15 тысяч долларов. То есть потянет нам на эквивалент машины среднего класса. Потянет. Разница ощутимая. Ощутимая. Вы только надеялись, что несчастные случаи случаются реже, чем мелкие ДТП. Домик, который мы сегодня видели, это на тему дорого. Я, конечно, не буду говорить, в какую стоимость он был оценен. Но скажу так, что по стоимости он чуть-чуть превышает стоимость моей квартиры в центре города. За страховку этого дома я заплатил баснословную цену. Как думаешь, сколько? Ну, как минимум, я не знаю, честно. Ну, вот интересно, ты говоришь, что это дорого. Ром, ну я правда не знаю тарифов на страхование недвижимости, действительно. Да, так вот, страховка такого дома обошлась на год в 2000 гривен, 2130. Вот что-то вроде этого. Грустно, потому что страховка моей машины, которая стоят здесь отмечает твоего дома, наверное, входит в три раза дороже. Вот это и цель, вот, собственно, это и цель создания всего этого проекта Финшоп. Показать, что страхование не ограничивается одними лишь машинами, что страховые события и там, и в случае с квартирой, и со здоровьем тоже могут произойти. Могут, но в квартире тоже. Да, то есть они могут произойти, и последствия от них могут быть намного болезненнее, чем от разбитой машины. То есть даже если, не дай бог, машины не стало, это, конечно, обидно и неприятно, но если не стало где жить, то это все-таки последствия намного ощутимее. Теперь об адекватности, да, то есть о соотношении. Ну, возьмем какую-то среднестатистическую квартиру, ну, для примера. Ну, традиционную, конечно, двушку на 50 метров. Да, возьмем двушку на 50 метров, стоимостью возьмем в средней по городу, то есть мы сейчас все районы усредним, да, и выведем приблизительно на 50 тысяч долларов. Что-то это дешево. Я даже сказала, что, наверное, если в средней, так тысяч, наверное, 80. Даже если для нагрузки пойдет. Нет, при сегодняшней, при сегодняшней, ну, ладно, ладно, пускай будет 80. Стоимость вот такой страховки будет приблизительно, то есть 80 тысяч долларов, извините, это приблизительно 700 тысяч гривен. Вот так, давайте попробуем вот так вот усреднить. Вот стоимость такой страховки будет где-то приблизительно полторы тысячи гривен в год, 1800, вот приблизительно вот так, вот в этом диапазоне. Помесячные тоже можно раскрывать? Естественно. Ну, то есть, давай привяжемся все-таки к годовой. Где-то, ну, полторы тысячи восемьсот, приблизительно, я здесь не сильно сейчас просчитаюсь. Можно говорить, что ничего не случится, ничего с ней быть не может. Но что, в домах не рвет трубы? Что, не случается пожаров? Одних только квартирных краж по Печерскому району за последние полгода произошло около 300 эпизодов. То есть, все равно случается. Да, реже, но последствия будут опять-таки болезненнее. Потому как ремонт, в который нужно порой вкладываться... Не надо, ремонт не надо. Нет, не надо ремонт. О процессе я еще не забыла. И неужели не будет обидно, если от этого процесса хотя бы чуть-чуть пострадает от воды или огня? Не дай бог. Не будет обидно. На самом деле, действительно, сумма, в принципе, она невелика. Так вот, я хотел здесь подчеркнуть совершенно другое. Если мы берем 700 тысяч, где-то полторы ежегодно, Вот, если у вас есть абсолютно... Скажем, страховка будет оправдана, если хотя бы в течение 15 лет произойдет какая-то, ну, скажем, какой-то основательный катаклизм. То есть, там, прорвет стояк, к примеру, или произойдет короткое замыкание. То есть, что-то вроде... То есть, я там небольшой протекая в ванной комнате, где чуть-чуть запачкался потолок, я это сейчас не беру во внимание. Да, но если вот произойдут какие-то более существенные события. Так вот, если хотя бы один раз в 15 лет что-то такое произойдет, то страховка себя уже оправдала. То есть, это означает, что получишь больше, чем раз в два, чем все то, что на протяжении 15 лет страховую компанию отдавалось. Если честно, что-то явно с другими категориями, то есть, я просто ставлю себе галочку, там, что такое полторы тысячи, и взамен чего, собственно говоря, я могу купить эту страховку. Так это на год. Я понимаю. Да, так вот, неужели, особенно при нашем жилищно-коммунальном хозяйстве, можно быть так уверенным, что за 15 лет ничего в доме произойти не может? Хотелось бы верить, но не факт так. О ценах на что еще мы не поговорили? Да, так вот, оно уже будет оправдано. Но я вам скажу, из практики непосредственно, из практики не отечественной, а заграничной, где состояние жилищно-коммунального хозяйства, особенно в Западной Европе, скажем, несколько отличается от нашего отечества. Ну, чуть-чуть. Так вот, практика западноевропейских страховщиков где-то за последние 50 лет показывает, что страхование именно имущества, оно себя оправдывает в среднем каждые 6 лет. Продолжение следует...